здравствуйте друзья я вас всех приветствую и в этом видео речь пойдет о том как я буду укоренять черенки винограда который я получил от винограда из южного уральска сергеева я скину ссылку в описании как я это получил по почте в каком виде они пришли и что я дальше с ними сделал а что я с ними сделал я их вот положила в такой вот контейнер как рекомендовал виноградарь сергеев то есть он сказал что черенки винограда хранятся в подвале обрезанные они там подсыхают со временем феврале он их достает и пересылает по почте то есть они немножко сухие когда я их получил я поделил на на две части посмотрел что черенки живые то есть есть зеленый зеленый слой в коре то есть кора живая черенки живые и таким образом я их по рекомендации вот посадила сюда в этот контейнер то есть я их присыпал здесь у меня земля вместе с песком перемешанная вот таким образом они у меня неделю полежали теперь я буду доставать и смотреть что там получилось это необходимо для чего для того чтобы корид чтобы черенки напитались влага чтобы они были мокрые что потом их можно было укоренять чтобы они не были сухими вот сейчас я буду доставать посмотрим что у нас там получилось вот так вот они у меня выглядят естественно я тут все подписал чтобы вот они вот такие вот надеюсь что они пропитались но этот меня был один сорт просто я его вот так вот поделил пополам то есть две почки одна почка вторая почку это достаточно и здесь тоже по две почки вот из одной такой классы который я получил я сделаю два саженца таких следующий поехали черенки пришли разного разного размера разной толщины вот они примерно вот так выглядит вот так вот я их нарезал буду надеяться что все хорошо они пропитались влага влажная была земля вот а дальше что я с ними сделаю пока я выкапываю я расскажу что будет с ними дальше начаты я хочу попробовать сделать эксперимент и посадить их одну партию то есть у меня же 2 ватченко получается один у меня пойдет вот такой контейнер я в него насыплю этого грунта посажу туда черенок и у контейнер я 2 2 часть этого же черенка я посажу в воду у меня там есть на канале видео где я укореняю черенки винограда вот таким методом воде я ссылочку в описании сделаю посмотрите ну и проведем такой эксперимент я думаю всем будет интересно узнать как укореняется черенки в грунте просто и как они укореняются в воде воде это можно посмотреть там все видно а вот в грунте пока вот этот контейнер корешки вот тут у тебя пластиковый специально сделал чтобы он прозрачный был пока здесь вот корешки не появится на краю контейнера мы не узнаем укоренилась там не укоренилась выкапывать это не хочу смотреть так ну вроде все все достал вот сейчас я немножечко в порядок приведу и дальше сниму как я их вот рассаживаю как они у меня будет воде сидеть как в грунте сидеть но и будем дальше наблюдать что с этим получится ну вот таким образом у меня все получилось вот здесь у меня черенки будут укореняться в воде вот такое устройство я уже использую несколько раз использовал раньше у меня здесь проращивали сильно помидор это ускорка для гидропоники было в прошлом вот здесь видно что подходит воздух из компрессора весь компрессор который обогащает кислородом воздух воздухом обогащает воду и таким образом во первых вода не киснет она остается всегда свежей и принципе это должно улучшать и укоренение черенков у меня есть видео где я укоренял 2 черенка домашнего винограда которые из косточки получил вот у меня один из них остался один укоренился я его уже посадил вот таким образом он у меня выглядит с корешками видео там вида какие корешки корешки уже крупные а вот этот еще пока у меня пока еще нет я его ставил на доращивание пускай посидит посмотрим за ним сорт это тафи полученный с косточек просто косточку посадил в землю косточки у меня выросли оставил такие самые нормальные и вот у меня получился такой вот черенок уже на второй год так поэтому поэтому у меня вот таким образом будет а вот здесь я просто посадил землю так я уже говорил что я получил яченьки винограда который я пополам разделил половина у меня вот сорта здесь будет половина сорта здесь commute таким образом я буду смотреть где лучше укореняется ну прежде чем мы так вот сюда опустить что я сделал ну также землю то есть вот у меня черенок вот две почки одна вторая почка идет вот на две почки я так вот обрезаем края срезал ножом чтобы просто обновить средств чтобы свеженький был но еще дополнительно рекомендуется таким образом пройтись вот по вот таким насечки оставить чтобы здесь через кору лучше корни проходили мы также сделаю что рекомендуется ослепить глазок если он есть внизу вот все таким образом на сорте алёшенькин я показал как это делается почему алёшенькин мой любимый сорт это потому что не алексей зовут поэтому любимый поэтому я вот вам показываю как это делать вот так и вот и дальше значит я его пролью чтобы грунт уплотнился пускай это все у меня растет ну а дальше что получится я вам обязательно сниму продолжение потому что мне самому интересно как будет у меня развиваться виноград вот в таких условиях как корни появится это будет видно наглядно прям буду таскать показывать что там получилось по сортам вот разные сорта у меня они будут давать соответственно разный результат и где бы тучу кореняться я буду показывать потому что разной толщины вот где-то сорт пришел тоненький вот еле-еле тонюсенькие веточки а есть от хорошие толстые такие вот черенки будут поэтому где быстрее я буду показывать мы соответственно будем сравнить результат вот здесь земле естественно я выкопать не смогу но если будут появляться корешочки мы вот здесь вот их как раз и увидим будут белые корни мы будем это видеть вот таким образом я буду вам показывать как это все развивается как это растет ну а вот по этому устройству просто я так сделал почему у меня вот был вот такой вариант это поплывок он вот так вот разбирается в 10 2 зубочистки вставляется это все легко потом монтируется так вот друг дружку вставляется сюда закладывается черенки они все плавают почему плавают ну что поплывок и это удобно что не надо следить за уровнем воды в банке если вот это в банке проращивают там надо подливать вода испаряется здесь принципе попал но поплавок вот он плавает если надо он опускается по уровню снизу у меня идет вот кислород подается поэтому вот такое вот устройство мне нравится то хочет пожалуйста делайте также повторять это я взял вариант в 1 виноградаря ну почему бы нет попробовал мне понравилось молодец винограды ну вот и все принципе на этом я заканчиваю дальше мы будем ждать продолжения смотреть что получится подписывайтесь на канал следите всем хорошего дня всем хороших урожаев пробуйте пытайтесь виноград на урале это замечательно в екатеринбурге тем более поэтому пробуйте и делитесь своими результатами что у кого получается всем пока хорошего дня